Здравствуйте! В эфире информационная программа «Неделя города». О главных новостях уходящей недели расскажут мои коллеги и я, Галина Кудряшова. Сугробы как достопримечательность. Чем они понравились туристам? С горки на снегоходе. Как прокатиться без риска для жизни? Хоккей в валенках, забава или вид спорта? Рязанская область вошла в топ-15 лучших туристических регионов по итогам новогодних праздников. Рейтинг составило агентство «Турстат». Наш город посетили 104 тысячи туристов. Это на 10% больше, чем в прошлом году. Конечно, маршруты пролегали в основном по паркам, скверам и музеям. Однако поразило людей другое. О необычной любви туристов расскажет Валерий Седов. Хоть кому-то нравятся рязанские сугробы, именно так могут, наконец, сказать люди, которые занимаются уборкой города. То, на что рязанцы устали жаловаться, стало приятным плюсом в отзывах туристов о регионе. Безусловно, Рязань симпатична. Мы здесь живем, нам все примелькалось, и мы видим в фасадах домов какие-то облупленные вещи, мы видим нечищенные дороги, безусловно. Здесь тихо, камерно, спокойно. Они видят белый город. Белый, потому что из-за снега. Мы с вами ругаем дороги объективно и правильно это делаем. А они говорят, о, зато нет реагентов. Ой, здорово, снежок, ой, как в детстве. Римма Шабанова уточнила, что путешественники – это те люди, которые даже в плохом видят хорошее. Иначе говоря, настоящие оптимисты. Поэтому мы приглянулись в милые рязанские сугробы вместо голых, убранных улиц родных городов. Все как в детстве. Притом плюсы в сугробах на обочинах видят не только приезжие. Лариса и Юля – молодые мамы. Вместе с колясками они ежедневно гуляют по улицам города. И пробираться по сугробам, притом с ребенком, не так-то просто. Шла на днях по Горького. Нет, Веденского. Шла, шла, вроде там учись вот обычно. А там дальше идет сугроб, его притоптали люди. И чтобы коляску тащить, мне пришлось разворачивать коляску и переть ее вот так. Но следующий день, не на следующий день, через два дня я прошла там, не виделась далеко, честно. Думала, расчистили. А в итоге оказалось, что там торопинка стала из-за снегопада еще меньше. И мне пришлось возвращаться обратно и чесать другим путем. Короче, весело. Правда, даже в таких прогулках девушки видят позитив. Мы как на танке ездим. Да, я вот, кстати, давно хотела. Зато похудели, спасибо. Конечно же, это ирония. На самом деле проблема уборки улиц обстоит очень остро. Ну, не убирают. Я вообще-то раньше жила здесь, вот на Кремлевском валу. Было замечательно. Мы сами все убирали. А сейчас я переехала на Большой. Ну, у нас около домов убирать нормально. Ну, а вообще дальше все не чищено. Надо бы, конечно, снег этот вывозить, а не сгребать его. Потому что на пешеходных переходах и там, где вот по пешеходам мы ходим, по тротуарах пройти сложно. Ну, хотелось бы, чтобы почище было. Потому что неудобно. Вот сейчас оттепель, нулевая температура. Идешь, ноги проваливаются, неудобно. Люди приезжие видят, что у нас как бы не убрано, тоже нехорошо. Это же дом наш, правильно? Если вот так вот подходить к этому вопросу, конечно, желательно было, чтобы было почище. Рязанцы гуляют по заснеженным улицам каждый день, совсем не обращая внимания на новогоднюю сказку, которую для нас создают городские службы. Однако оптимистичным путешественникам нравится. Быть может, стоит научиться видеть хорошее в обычном. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Сергей Данилин. Телекомпания. Город. Снежные сугробы стали радостью и для рязанцев, которые любят активный отдых. Кататься на снегоходах уже можно. Однако стоит соблюдать правила безопасности, чтобы не причинить вред себе и окружающим. Напомним, чтобы сесть за руль, нужно получить водительские права категории А1. О других нюансах далее. Снегоходы набирают все больше популярности. Причем водителям становятся как юноши, так и девушки. Только за последний год в Рязанской области на учет поставили более 200 снегоходов. Чтобы водить такой агрегат, нужно получить права категории А1. Перед этим классическое обучение в автошколе и экзамен в ГАИ, который состоит из теории и практики. Если у вас уже есть водительские права, то экзамен проходит по упрощенной схеме. Следить за снегоходом нужно так же, как и за обычным автомобилем. Должно быть обязательно зарегистрировано данный вид транспорта. Имеется водительское удостоверение соответствующей категории. Также данное транспортное средство должно проходить технический осмотр. За несоблюдение этих требований административный штраф до 10 тысяч рублей. Или лишение удостоверения на срок от 3 до 6 месяцев. Стоит отметить, что снегоход берут ради острых ощущений. Он позволяет кататься по льду озера и бездорожью зимнего леса. Однако представляет для водителя и пассажира огромную опасность. Сейчас снег крыхлый, местами подтаивает, а снежный покров проваливается. Поэтому к трагедии может привести обычный камень или простой муравейник. Во-первых, нужно рассчитывать скорость. Место, где вы отдыхаете. Потому что в лесу, если вы едете по лесной дороге, может быть пенек засыпан снегом. Скорость таких машин порой больше 100 километров. И столкновение с таким препятствием грозит самыми непредсказуемыми последствиями. Нередко владельцы снегоходов ломают руки и ноги. Получают черепно-мозговые травмы. Прогулка может закончиться и летальным исходом. Чтобы избежать печальных последствий, нужно вовремя реагировать на любые изменения трассы и уметь группироваться. Чтобы не попасть под колеса, под гусеницы, естественно, надо падать как-то сгруппировавшись и на бок. Моменты разные бывают. Поэтому все приходится с навыками. 18 января в Рязани стартовала профилактическая операция «Снегоход». Регулярные рейды сотрудники Гостехнадзора будут проводить вплоть до 17 февраля. Они напомнят водителям о правилах эксплуатации транспортных средств и безопасности во время движения. К ним присоединятся и сотрудники ГАИ. Галина Кудряшова, Сергей Данилин, телекомпания «Город». 18 регионов приняли участие в сборах начальников лицензионно-разрешительных работ управления Росгвардии. В течение трех дней сотрудникам рассказали о нововведениях, проводили стрельбы и показательные выступления. С места событий наш корреспондент Валерий Седов. На несколько дней учебно-тренировочная база управления Росгвардии Паризанской области стала настоящей площадкой для проведения первого учебного методического сбора с заместителями начальников территории органов Центрального округа Росгвардии, начальниками центров лицензионно-разрешительной работы. Здесь читали лекции, рассказывали о нововведениях, а также сотрудники делились опытом. Считаю, что такие сборы нужно повторять неоднократно, хотя бы пару раз в год. Они очень полезны в плане обмена опыта между, скажем так, руководителями данного направления. И, скажем так, практической деятельности очень помогают. Начальников и заместителей еще раз ознакомили с оружием, которое может иметь обычный гражданин. Далее у нас идут уже карабины с нарезным стволом. Они предназначены как для занятий спортом, так и для охоты. Граждане уже не все могут получить указанное оружие, приобрести, потому что законодательственно на него налагается ограничение. Чтобы приобрести указанное оружие, сначала любому гражданину нужно владеть, например, вот этим вот оружием не менее пяти лет. Третий день учебно-методического сбора стал самым насыщенным на события. Здесь провели показательные занятия с участием подразделений специального назначения Управления Росгвардии Паризанской области, групп задержания, вне ведомственной охраны и частных охранных предприятий по задержанию преступников. Фонари, включили патрон-патронник. Нет, циркуляр. Нет, четыре, три, два, один, сеть! Штурм дома продолжался чуть больше минуты. Четкие и точные действия, подстраховка товарищей, работу профессионалов увидели все присутствующие. По завершению обязательный доклад. Сима для Марса. У меня два террориста уничтожены. Помещение под контролем. Учебно-методический сбор посетил и командующий Центральным округом войск Национальной гвардии России. Завершилось мероприятие принятием зачетов на знания правил дорожного движения и выполнением нормативов по огневой подготовке. По итогам служебной деятельности за 2018 год лучшим руководителем подразделения лицензионно-разрешительной работы Центрального округа Росгвардии были вручены благодарственные письма и кубки. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Компьютеры, гаджеты и даже светодиодные лампы. Все это может стать причиной повышенной утомляемости глаз. Как бороться с болезнью 21 века и помочь своим глазам видеть четко и ясно, узнала Мария Рудая. Алла Никитина – типичный работник офиса. Более 8 часов в день она проводит за монитором компьютера. Работает с документами и находится в слишком ярко освещенном помещении с люминесцентными лампами. В помещениях наших на работе очень сухо. И помимо этого напряжение глаз от работы на компьютере. К вечеру, конечно, глазки устают, сохнут, болят. Все эти и другие симптомы характерны для так называемого синдрома повышенной зрительной утомляемости. Еще его называют синдромом усталости глаз. При этом диагнозе также может быть дискомфорт в области век, нечеткость изображения и кратковременное двоение предметов. Врачи-офтальмологи в своих рекомендациях советуют проводить за компьютером не более получаса. После делать перерыв, иначе последствия не заставят себя долго ждать. Когда человек длительное время смотрит на одном расстоянии, у него напрягаются не только мышцы глаза, наружные. Напрягаются внутренние мышцы, которые регулируют зрачок. Узкий, широкий, узкий, широкий. Процесс перевода взгляда вдаль и влезь называется аккомандацией. Синдром усталости глаз встречается сейчас у многих людей. Подвержены ему не только те, кто много работает за компьютером. Покраснение и зуд в глазах встречаются у мастеров нахотевого сервиса, у лаборантов и работников торговых залов. Виной всему работа с мелкими деталями в первом случае и неправильным освещением в последнем. Так как вокруг глаза очень много нервов, кроме глазодвигательника еще много чувствительных, глаз реагирует слезотечением, слезная железа вот здесь располагается под верхним веком, частым морганием, покраснением сосудов и в целом может даже сопровождаться головной болью. Вносит свою лепту и использование гаджетов, отказаться от которых уже вряд ли представляется возможным. Специалисты выделяют несколько способов борьбы с синдромом повышенного зрительного утомления. Во-первых, медикаментозный, то есть использование специальных увлажняющих капель. Во-вторых, отвлекаться и смотреть вдаль хотя бы несколько минут. Чаще моргать – это поможет дополнительному увлажнению. Еще эффективно зарекомендовала себя самая простая гимнастика для глаз. Для этого нужно просто посмотреть вверх-вниз, влево-вправо. Если после использования всех этих способов улучшения не последовало, не лишним будет посетить врача-офтальмолога, который поставит диагноз и назначит лечение. Мария Рудай, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Сыграют в хоккей в валенках. Это любительские соревнования, для которых не нужна профессиональная экипировка. Ведь спорта пришел к нам из прошлого. Его решили возродить три года назад. Сейчас в городе уже более десяти команд. На тренировки одной из них побывала Дина Исляева. Давай, давай, давай! Команда одного из городских предприятий на лед выходит в рабочей одежде, спецовках и валенках. Их выдают сотрудникам, чтобы было комфортно работать на холоде. Команда уже завоевала бронзовую и серебряные медали в этих соревнованиях. В этом году надеется взять золото. Олег Мещеряков в хоккей играет с детства. Когда узнал, что на работе собирают команду, записался одним из первых. Тренируется с друзьями, когда есть свободное время. Многие устают в валенках, конечно. А так все одинаково. Будем надеяться, что первый мир занят. Соревнования по хоккею на валенках с мячом начали проводить в Рязани три года назад. Игра для любителей. Тренироваться можно на хоккейной коробке возле дома. Клюшка, мяч, валенки – это все, что нужно. Играть сложнее, чем в хоккей с шайбой на коньках. Очень сложно. Очень. Мне кажется, даже на коньках попроще, в валенках. Ну, все зависит от подводных условий, какие погоды будет. В прошлом году, конечно, было очень слякотно. Такая погода была. Ну, в этом году обещают вроде морозить. Будем надеяться, что погода будет очень хорошая. На лед от каждой команды выйдут четыре игрока и вратарь на этой тренировке. В предприятии отбирали, кто играет лучше всех. И достоин представлять предприятия на соревнованиях. Они пройдут 20 января на Лыбецком бульваре. Победители получат спортивные призы. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». От новостей пятницы к итогам недели. С 1 января в силу вступила мусорная реформа. Теперь за вывоз, обработку и отбор твердых бытовых отходов отвечает одна организация. Полностью перейти на новую систему в России планируют к 2030 году. Итогом станет полный отказ от полигонов по захоронению твердых коммунальных отходов. Как система будет работать и принесет ли пользу, узнал Валерий Седов. С 1 января тариф за вывоз мусора появится отдельной строкой в квитанции за ЖКХ. К тому же цифра эта будет немаленькая. Все в рамках федерального закона. Плата за вывоз мусора будет рассчитываться на каждого человека в семье. Нюансы в том, что вступивший в силу закон из коммунальной услуги превращается в жилищную. То есть тариф устанавливают собственники и управляющие компании. В региональном отделении управления федеральной антимонопольной службы рассказали, что согласно федеральному закону сбором, перевозкой и сдачей твердых бытовых отходов может заниматься как один, так и несколько операторов. Это решение принимает каждый регион самостоятельно. В Рязани выбор пал на одну компанию, которую определили по конкурсу. Действующее законодательство предусматривает, что жизненный цикл мусора начинается от того момента, когда идет сбор, а потом утилизация, захоронение. Там очень много стадий. Вот эти все операции могут выполнять иные хозяйствующие субъекты, не только региональный оператор. Я полагаю, что такая схема будет применена и на территории Рязанской области. То есть на самом деле во всей этой цепочке будет участвовать не один региональный оператор, реально оказывать услуги, а достаточно большое количество хозяйствующих субъектов. Транспортировкой твердых бытовых отходов в Рязани будет заниматься компания ООО «Экопронск». Правда, это вторая организация, которая конкурс выиграла. С первой компанией ООО «Экосервис» сотрудники регионального УФАС нашли нарушение. В настоящий момент соглашение с компанией еще не подписано, поэтому за январь рязанцы заплатят за вывоз мусора по старому тарифу. Уже после подписания будет предоставлен экономически обоснованный тариф, который должна будет утвердить энергетическая комиссия. Новая реформа появилась практически незаметно, и теперь людям просто предлагают с этим жить. Никого к изменениям так и не подготовили, а о нововведениях в этой сфере говорилось уже давно. Так, активисты города предлагали свою альтернативу по сбору мусора, которая, к тому же, будет системой поощрения. Если предложить людям, что часть суммы, например, часть затрат на вывоз мусора того же самого будет компенсироваться тем, что они принесут в определенные пункты раздельный мусор, это тоже поддержка населения социальная. Подобную идею уже высказал заместитель главы Минстроя Андрей Чибис. Суть ее заключается в том, что можно платить за вывоз твердых бытовых отходов куда меньше, если люди начнут разделять мусор. Правда, чтобы скидку получить, такое решение должен принять весь дом. Но при этом платеж могут сократить чуть ли не в два раза. Как будет работать новая реформа в стране, и конкретно в городе, неизвестно. В прошлом месяце Рязань уже столкнулась с мусорным коллапсом. Во многих дворах его не вывозили по несколько дней. А ситуация эта происходила, когда операторов, отвечающих за транспортировку мусора, было в городе несколько. Теперь все это ляжет на плечи одного. В региональном отделении УФАС пояснили, что согласно новому закону, при появлении подобной ситуации оператор будет выносить постановление местной управляющей компании, которая должна убрать свалку в течение 30 дней. Если этого не произойдет, то оператор выпишет штраф и займется этой проблемой сам. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Сергей Данилен. Телекомпания. Город. Запрещает контактные зоопарки, регламентирует работу приюта, вводит правила содержания домашних любимцев. Федеральный закон об ответственном обращении с животными вступил в силу в январе. Как относятся к нему рязанцы, выяснила Дина Исляева. Галина Кудряшова, журналист и телеведущая. Дома она мама для двух котов – Тимоши и Пикселя. Пикселю три года, Тимоши восемь. Первого кота Галина увидела сидящим у двери поликлиники и не смогла пройти мимо. Забрала, несмотря на то, что мама была против того, чтобы заводить домашних животных. Он был совсем маленький комочек, умещался на ладошку буквально. Я очень боялась, что он еще очень маленький, и придется кормить пипетки. В общем, продумала все варианты. В итоге, когда я принесла домой, мама сказала, «Все, ты будешь сама за ним ухаживать, теперь сиди с ним». Первые три недели я такая иду к плошке. Ну и мама говорит, «Я его уже покормила». Я иду в горшке. Я за ним уже убрала. Я с ним уже поиграла. В общем, в итоге он ей даже больше понравился, чем мне. В живом уголке Рязанского эколого-биологического центра у кроликов обед. Породы от декоративной до мясной. Они тоже подкидыши хозяева завели себе милое пушистое существо, а когда наигрались и надоело за ним убирать, принесли сюда. Якобы на передержку и забыли забрать. Также попали в живой уголок болотные черепахи и шиншиллы. Единственный новичок, которого забрать обещали, енот на сухом. Любит бананы и охотно наводит свой порядок в комнате, когда его выпускают из клетки погулять. В живом уголке проходят занятия с детьми, но брать животных на руки, как в контактных зоопарках, им не разрешают. Исключение антистрессовая морская свинка Федор. Берешь его на руки, он успокаивается и успокаивает того, кто берет на руки. То есть такое очень дружелюбное животное, у него очень много положительной энергетики происходит. Есть в центре и экзотические животные. Агама, розовый язык и из цинки. Коллекция частная. Ее передал сюда друг эколога биологического центра. Им нужно много внимания и специальный уход. Например, ящерицы очень чувствительны к корму и освещению в террариуме. Если за рационом не следить, рептилии могут вырасти до больших размеров. Мы при помощи лаборантов замеряем всевозможные параметры этих животных. Вес, рост, диаметр хвоста, диаметр черепа и так далее. И потом школьники составляют для них рацион, естественно, под присмотром педагога. И наблюдают за ними, как они растут. Вот по этому самому рациону. Не исключено, что в центр владельцу придется передать и других питомцев. Законопроект предписывает правительству составить перечень животных, которых запрещено содержать дома. Между тем, новый закон предусматривает наказание для нерадивых хозяев. Владелец, который отказывается содержать своего питомца и выгоняет его на улицу, попадает под ответственность за жестокое обращение, поскольку ставит его жизнь и здоровье в опасность. В Рязанском частном приюте лучшие друзья сейчас 80 собак. Ухаживают за ними волонтеры и директор Вероника Живоронкина. Она готовит для животных еду, наводит порядок. Вероника считает, что новый закон заработает, но через несколько лет, когда будут выработаны механизмы для его реализации. Хозяева должны предотвращать появление, например, нежелательного потомства или запрет самовыгла животных. То есть нельзя выпускать домашнее животное на самовыгул. Это как-то уже все равно сократит численность бездомных животных. В приюте сейчас находится пять кошек. Вот этих малышей забрали с дачи. Их бросили хозяева, у которых окатилась кошка. В комнате с котятами держат слепую собаку Машу. Она прожила одна-два года после смерти хозяев. Еду приносили соседи, которые с собакой никак не контактировали. Маша до сих пор боится людей и даже не подходит тем, кто хочет ее погладить. Одна на улице, она бы просто не выжила. Что ее забрали волонтеры, спасло жизнь. Галину Кудряшову каждый день с работы ждут ее любимые коты. Она считает, что выбрасывать на улицу животных нельзя. Хозяева должны думать, прежде чем заводить домашних животных. И помнить, мы в ответе за тех, кого приручили. Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В конце прошлого года в эфире нашего телеканала вышел сюжет о закрытии фирмы «Капитал Инвест». Без вкладов остались десятки рязанцев. С тех пор прошел месяц. Люди обращались в самые разные инстанции. Но помогать им не торопятся. А между тем в России ввели новые правила для микрокредитных организаций. Подробности знает Мария Рудая. Доверяем, но проверяя, как оказалось, эта аксиома может особенно помочь в финансовой сфере. В этом убедились вкладчики КПК «Капитал Инвест». Люди, которые вложили свои средства под выгодный процент, теперь не знают, где искать свои сбережения. Лидия Гаврикова признается, собирала деньги, как говорят, на старость. Брать больше негде. Вот и решила 4 года назад довериться повышенным процентам. Все документы у нее, как и у всех остальных, на руках. Договор, страховое свидетельство и копии обращений в самые разные инстанции. Мы милицию прошли, прокуратуру, ходили в ЛДПР, в налоговую, сейчас в Единую Россию записались. Везде стучимся в дверь, но не знаем, чем дело кончится. Что вам отвечают во всех этих инстанциях? А что отвечают? У нас ответа нету. Я вот 20-го подавала, никакого ответа нет. Никакого ответа. Сразу стало известно, что проблема рязанских пайщиков не единична. Свои офисы закрыли все 10 филиалов по всей стране. Страховая компания «Якорь» на звонки рязанцев также не отвечает. Но вот корреспонденту газеты «Комсомольская правда» комментарий все же дали. Там сказано, что «Капитал Инвест» хоть и заключил договор со страховой фирмой, денег не заплатил. Поэтому там тоже не знают, как помочь обманутым людям, которые, кстати, в большинстве своем пенсионеры. В основном это пожилые люди, ветераны труда, инвалиды, ветераны войны. То есть люди, которые собирали деньги очень долгое время и вложили в фирму «Капитал Инвест». Крик о помощи рязанских пайщиков не услышали не только в страховой компании. И к губернатору обращались. Губернатор не может решить наши вопросы. А кто еще нам поможет? Путину ехать? Путин всей страной правит, а губернатор не может в Рязани разобраться. Не может нас принять. Вот женщина ходила к губернатору. На прием не записали, ни в его компетенции. Галина Федюшкина мама тоже вложила свои средства в инвест-капитал. Но девушка не отчаивается. Говорит, надо бороться за свои права и свои деньги. Надежда есть всегда. Главное не опускать руки, писать во все инстанции, обращаться к адвокатам, юристам, не жалев на них денег. Тогда, я думаю, все реально, все возможно. Обращение граждан действительно дали свои плоды. На данный момент в отношении представителей капитал-инвеста возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». По последней информации, общее количество пострадавших в Рязани – 140 человек. Общий ущерб составил более 50 миллионов рублей. Следствием установлено, что к совершению хищения причастен представитель правления, 44-летний житель города Липецка. В настоящее время сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следственного управления у МВД России Паризанской области принимаются меры к выяснению всех обстоятельств произошедшего, в том числе установлению других участников противоправного деяния. Сотрудники регионального управления МВД просят всех пострадавших от действий капитал-инвест обращаться по телефонам 28-29-01, 27-08-60 и 44-46-08. Мария Руда и Сергей Данилина, телекомпания «Город». О них вспоминают лишь по праздничным датам, а между тем памятники героям Великой Отечественной войны разрушаются. Многие из них уже стали бледной копией исходного проекта. На местах боевой славы побывала наша съемочная группа. Этот мемориальный стенд посвящен героям Великой Отечественной войны. 40 имен, 40 фотографий. Однако увидеть лицо хотя бы на одной из них уже практически невозможно. Вместо мундиров черные пятна, вместо орденов белые дыры. Лица выцвели от солнечных лучей. Теперь даже родственники смогут узнать человека на портрете лишь по подписи. А ведь стенд расположен напротив УРТ, и мимо него каждый день проходят сотни людей. Похожая ситуация на Скорбящинском кладбище. Брельеф, украшающий архитектурную группу Вечного огня, осыпается, ведь он сделан из гипса. Гипс не предназначен для нахождения вне помещения. Фактически за эти 30 лет он настолько разложился от воздействия окружающей среды, что держится за счет краски, которая много лет его красит. Комплекс был открыт в 1985 году, к юбилейной дате 40-летию Победы. Тогда старались просто успеть, поэтому взяли временный материал. Через два года гипсовый брельеф должны были перевести в металл. Однако грянула перестройка, и денег на памятник просто не осталось. Ежегодно брельеф подкрашивают и заделывают дыры, но делают это люди некомпетентные. Из движений уже исчезли живые линии, руки превратились в силуэты, а лица в пятна. Фактически то, что сейчас мы видим, мы видим уже такую концепцию, как это задумывалось. Потому что все эти многочисленные 30-летние утраты, постепенно, постепенно утрачивалась авторская лепка, будем говорить так. И осталась она только в небольших фрагментах, и в некоторых фигурах практически полностью утрачена. То есть постепенно мы теряем эту работу. Еще более грустная ситуация произошла с мемориальными досками, которые украшали Рессельмаш, старейший завод Рязани. Одна посвященная Стройкову, который в свое время работал на этом заводе, а вторая как раз рассказывающая о том, что в годы Отечественной войны здесь на заводе выпускались корпуса авиабомб. Две доски висели рядом друг с другом при входе на эту проходную. Старое здание снесли в 2016 году. Нового застройщика попросили сохранить проходную и оставить памятные доски на историческом месте. Однако они бесследно исчезли. Рязанской топографической комиссии найти их не удалось до сих пор. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Покататься на лыжах, поучаствовать в спортивных турнирах или насладиться свежим воздухом – все это можно сделать в лесопарке как днем, так и вечером. Правда, проект можно смело назвать пилотным, ведь ошибок избежать не удалось. О плюсах и минусах в нашем сюжете. Чтобы добраться до лесопарка, нужно пройти около 500 метров от ближайшей остановки, перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, пересечь парковку, лавируя между машин и вы, наконец, внутри. Путь, правда, длинный получается и извилистый. Это один из первых минусов, которые выделил архитектор Илья Стюхин. Второй – это сам вход. Задача входной группы в парке – это показать этот парк и пригласить людей туда войти. Та конструкция, которую мы видим сзади, она больше напоминает забор. Типологически это такая конструкция, которая говорит, нет, сюда не надо, это моя территория, если я хочу, я ее закрою, и тут появятся ворот. Около входной группы, или, проще говоря, ворот в лесопарк, расположился небольшой арт-объект – это ландыш. Илья Стюхин отмечает, что хоть объект и пришелся по вкусу горожанам, да и выполнен на достойном уровне, он не к месту. Если перенести его в другой сквер или парк, то ничего не изменится. Парковая скульптура не несет в себе местной идентичности. Но стоит только войти внутрь, как можно заметить множество плюсов, начиная от табличек-указателей, которые отсылаются к былинному камню с развилок, до деревянных домов. Очень хорошо, что здесь есть обслуживающие функции, людей очень много, и правильно, что им предлагаются какие-то услуги, там теплый чай, какие-то напитки, еда – это очень хорошо. Ну, по дизайну тут как бы есть личные вкусовые пристрастия, их, конечно, хочется опустить. Здорово, что это из дерева. Единственный минус – это то, что это, конечно, типовые конструкции, но понимая, что денег ограничено количество, в принципе, в этом ничего плохого нет. Появились две горки, которые полюбились как детям, так и взрослым. Правда, перед тем, как на них прокатиться, нужно прочитать огромную инструкцию по технике безопасности. Да и в дневное время большая горка была закрыта. Видимо, в целях все той же безопасности. В дневное время в лесопарке самая большая горка закрыта. Работает только одна, по которой может скатиться любой желающий. Вот только даже для детей маленькая горка огромна, и получить на ней травму тоже реально, поэтому логики безопасности нет. Вечером лесопарк превращается в сказочное место. Повсюду загорается иллюминация, которая создает ощущение настоящего праздника. Да и по словам посетителей парка, это просто красиво. Илья Стюхин отметил, что в этом есть и небольшой минус – дизайн света. В гирляндах чередуются холодные и теплые оттенки. Но все недочеты меркнут перед главным плюсом. Это новогодние ощущения. Главный плюс – это то, что появилась альтернатива. Люди всегда приходят. Здесь достаточно хорошая анимация. То есть здесь снегурчик, Дед Мороз – людям это нравится. Я видел очень много позитивных откликов. Это та часть работы, которая очень удалась. В новогодние каникулы лесопарк стал одним из самых часто посещаемых парков. Люди со всего города хотели сюда приехать и пройтись по улицам новогодней деревни. Супер, очень. Горка такая классная, каток классный. Спасибо большое. Отлично. Не узнать с тем, что было раньше. Хотелось бы продлить все это вот до конца, прям до реки, такую красивую зону. Хочется поблагодарить на полном серьезе всех тех, которые принимали участие в благораженной территории. Архитектор уточнил, что подобный проект для Рязани сродни пилотному. И небольшие недочеты – это нормально. Главное, чтобы на них обратили внимание и не допускали впредь. Валерий Седов, Сергей Данилен, телекомпания «Город». Это были главные новости уходящей недели. Еще больше информации вы сможете найти на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего отдыха и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Ведет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.